Новый безопасный конфайнмент – сложнейший проект, в разработке и реализации которого приняли участие инженеры и ученые нескольких стран мира. Профинансировали его европейцы и американцы. Самая известная его часть – это арка высотой 109 и длиной 160 метров. Однако главное этого объекта – в специальной двойной обшивке, особых фундаментах, участках с дезактиваторами, вентиляцией и сейсмозащитой. Такая арка, по словам инженеров, выдержит и землетрясения, и внутренние разрушения энергоблоков. Она сможет простоять целый век. Запустить конфайнмент планируют уже к концу 2018 года. На Грутин заплановлено введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, встановленного, або, как кажут, насунутого еще раньше, в том числе и за моей присутностью. Завершаются работы с монтажем обладания и систем, проводятся пусконалагодживающие работы, системы и элементы. Я не прискорю. Запуск по качеству безопасности для нас есть наиболее важными критериями, которым он должен отвечать. Увидел президент и будущее хранилище отработанного ядерного топлива. Назначение этой автоматизированной системы – хранить отходы украинских АЭС, а также внутренние отходы Чернобыльской станции ближайшие 100 лет. Я щойно проэкзаменовал стан готовности. Мне доповели, что сегодня это 98%. На сегодняшний день эффективное функционирование, строительство, запуск этой схемы – это прямая ответственность украинской власти и наших международных партнеров. Запуск собственного современного хранилища позволит Украине ежегодно экономить более 200 миллионов долларов, которые страна все еще платит Москве. В российской столице до сих пор утилизируют и перерабатывают украинские ядерные отходы. А это, по словам Порошенко, угрожает национальной безопасности. Павел Велицкий, Медиагруппа «Объектив».